Всем привет! Всех поздравляю с наступившим уже Новым Годом! Хотите, я расскажу вам об одном известном среди плосковерующих лжецей трусе? Об Алёше, более известном как Грешник. Я расскажу о том, почему я небезосновательно считаю его лжецом и трусом, а вы, в первую очередь подписчики его канала, уже сами решите, за кого Алёша вас держит и чего стоят его слова. Спойлер, ничего не стоит. Но давайте вернемся к самому началу. Я с удивлением узнал, что Алёша довольно бурно отреагировал на мое предыдущее видео о геодезии и родил такое, знаете ли, в кавычках, опровержение, или как он сказал, вразумление. Ну прямо батя детишек неразумных вразумляет, ага. Дивился я потому, что, во-первых, с чего бы такому широко известному в узких кругах сказочнику есть дело до моего небольшого, но очень гордого канала. А во-вторых, если кто не в курсе, Алёша уже пытался ранее опровергать мои видео. И знаете, уже тогда у него, мягко говоря, ничего не вышло. А если честно, он просто обделался. Самое страшное, что он смог предъявить тогда, звук видео плохого, отведите ли. Так вот, в этот раз всё намного интереснее. Тут Алёша, не скрываясь, проявил все свои лучшие качества. Собрался с силами, потратил десятки часов на изучение документации, сбор фактов и доказательств, разнёс меня в щепки. Шучу, конечно. Он же профан и неуч, который всерьёз верит, что к сферометрам телефона можно кризис на Земле измерить. А закругление воды – это поверхностное натяжение. Про образование и сферу его профессиональной деятельности, наверное, нет смысла спрашивать. Ну да ладно. То, что всё его вразумление, ложь и искажение от начала до конца, для многих не новость. Но я всё же пробегусь по самым интересным моментам. Открыв одну из предложенных мной книг, Алёша, даже не вникая в суть, написано тут же выдал вердикт. Это всё ложь для введения в заблуждение и так далее и тому подобное. Ну да, геодезисты, получается, тоже в масонском заговоре. Или их всех тоже обманывают. Конспиролог, что с него взять? Впрочем, это не помешало ему использовать комментарий такого же геодезиста, как доказательство своих слов. Да, противоречить самому себе – это нормальная практика среди таких, как Алёша. Следующая ложь. В качестве аргумента про наклон опор и других объектов он, как и многие, заводит старую песню про «что наклоны не видно» и показывает фото горы. Дорогой, как ты измерил наклон этой горы? Не скажешь нам? Замеры в студию, Алёша. В одном из предыдущих видео я ненаглядно показывал такой наклон и почему его не видно. Вот гора с наклоном 3 градуса, который должен быть на расстоянии более 300 километров. Вот та же гора без наклона. А в нашем случае наклон 0,01 градуса. Еще вопросы есть? Едем дальше. Про так называемый расчет отклонений опор. Судя по его действиям, пациент явно глуповат, если не может воспользоваться математикой и геометрией уровня 8 класса школы. И вместо этого рисует палочки в программе, после чего, как обычно, считает пиксели. Алёша, а завтра ты, наверное, линейку к экрану прикладывать начнешь? После таких измерений у него получается вот такой вот сказочный результат. Послушай, гуру плоской земли, поясни этот результат, будь добр. Не можешь посчитать сам, воспользуйся калькулятором. Посмотри, у всех нормальных людей получаются те же 4 сантиметра, что и в моем видео. В общем, Алёша, не позорься, я свой хотя бы начальный курс геометрии. Господа плосковерующие, а вот вы скажите мне, кто-нибудь из вас удосужился проверить, правильно ли он посчитал и не обманул ли вас? И вы еще обвиняете нас в отсутствии критического мышления и принятии всего на веру. Смешно, господа. Служи почти разобрались, теперь я расскажу, почему Алёша еще и трус. Я немного изучил комментарии к этому видео, там вообще много забавных персонажей встречается. Например, вот это. Странно, почему же на моем канале она не такая смелая? И почему этот же вопрос она не задает самому грешнику? Он-то что в диадезию порез? Ладно, что-то я отвлекся. Как и ожидалось, один дотошный человек указал на глупую ошибку в расчетах. Вот его комментарии, касающиеся тех самых опор. Зная грешника, я бы поставил столько одному, что этот комментарий тут долго не проживет. Поэтому и сохранил его на всякий случай. И я оказался прав. Не прошло и часа, как комментарий куда-то пропал. Не верите? Поищите этот комментарий под тем видео. Как вам такое, господа плосковерующие? А почему Алёша трус? Трус потому, что у него нет и никогда не было смелости признавать свои ошибки. Вместо этого он скорее забанит в любого из вас, кто укажет на его ложь и ошибки. Лишь бы вы не мешали ему дальше кормить зрителей этой дищей. Как говорится, выводы делать вам. Все это были попытки опровержения моих слов. Потом этот лжец перешел к своим так называемым доказательствам. Как он сказал из реальной практики. Он даже в описании видео указал, что все геодезисты подтверждают, что кривизна не учитывается. Ну и где же эти все? Я приготовился увидеть толпу реальных маркшейдеров или хотя бы одного, который реальными замерами показывает, что кривизны нет. Но потом вспомнил, с кем имею дело. В качестве единственного доказательства, опять же в кавычках, он привел внимание скриншот, комментария жены начальника службы геодезистов. О как! А тут всей мировой геодезической науке не тягаться с таким весомым аргументом. Еще бы, целый скриншот комментария. Просто железобетонное как мост вероценно доказательство. Опустим художественную ценность комментария и даже проигнорируем тот факт, что бедный начальник геодезистов скорее всего пожалел, что вообще завел этот разговор с непробиваемой дурой женой и просто решил как-то соскочить с тем, лишь бы отстало. Я даже не буду спрашивать, а как можно проверить правдивость этого комментария. Я лишь расскажу маленький секрет, который уже несколько дней висит у всех на ряду. Дорогой лжец и трус Алеша, под твоим видео и не только под этим есть куча аналогичных в плане правдивости комментариев. Ты их отмечаешь своим авторским лайком и даже закрепляешь в топе. Еще бы, ведь человек говорит то, что тебе нужно. Правда это или неправда, тебе это не важно, так ведь? Вот пример. Твоя отметочка. А как тебе это? Это так ты проверяешь свои доказательства на правдивость? Алеша, а как тебе это? Автор этого комментария назвался геодезистом, артиллеристом и так далее и сказал, что кривизна нигде не учитывается. Все, для тебя это уже считается доказательством, и ты закрепляешь комментарий в топе, чтобы все увидели. Вот, смотрите, Алешенька прав. Вот только Алешенька не видел этого. После уточняющего вопроса, автор комментария напрек память и чуть позже извинился за то, что всех ввел в заблуждение, и поправка на кривизну в его работе все-таки учитывается. Шах и мат Алеши. В общем, если кто не понял, Алеши дважды скормили дезинформацию, в которую он поверил, не раздумывая и самое главное, не проверяя. Ведь главное, чтобы там опровергался шар. А ведь потом он эти так называемые доказательства скармливает вам. Ешьте на здоровье, господа подписчики, не подавитесь. Риторический вопрос. После всего вышесказанного, какова цена словам и доказательством Алешеньки. Что делать со всей этой информацией, уважаемые зрители и подписчики, решайте сами. Могу только пожелать вам здравомыслия. Грешник, а ты что будешь делать? Сделаешь вид, что не знаешь про это видео? Попытаешься оправдаться? Придумаешь еще более забавную ложь? Побежишь подтирать лишние комменты, чтобы потом сказать, что мое видео фейк? Или перестанешь быть трусом и наконец публично признаешь свои ошибки и сознаешься, что ты патологический лжец? Сознаешься, что просто рубишь просмотры и донаты на пока еще хайповой теме? Впрочем, мне плевать, что ты сделаешь. Главное, какие выводы сделают твои зрители. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.